Добрый день, дорогие мои друзья! Хочу сегодня вам рассказать о том, какой напиток из чаги березовой готовлю я. Так как ранее я вам рассказывала, чага березовая растет на березках. Что такое чага? Это гриб, гриб-паразит, который произрастает на березах. Мы говорим сейчас именно о березовой чаге, потому что он самый полезный. Березка заражена спорами трутовика скошенного и тогда произрастает гриб. Этот гриб это целая система таблицы Менделеева. То есть он имеет очень много микроэлементов и минералов. Так как я и говорила, полная таблица Менделеева. Именно поэтому он очень полезный и в нем очень много витаминов и минералов. Поэтому я первоначально, когда нашла, показала вам, какой он. Мы нашли в наших регионах в Украине. Они, в принципе, молодые. Вот этот гриб, который мы нашли, чагу березовую, ему буквально, наверное, месяца три, а может и полгода. Он очень молоденький. Как я вам рассказывала, грибы трутовики, назовем их чага березовая, она в основном растет столько же, сколько и растет само дерево березка. Растет, может, 20 и более лет. И во время всего этого периода своего произрастания на березке забирает полностью все соки, минералы из березы. И в конце концов березка погибает. Таким образом, этот напиток очень полезен. Я беру чагу и режу их, режу сам грибочек вот такими вот кусочками, дольками, 5 миллиметров толщину. Чага у нас молоденькая, как я вам и сказала, поэтому я ее не чищу от коры. Старые чаги, их надо чистить от коры. Это в основном они произрастают в России. У нас вот такая молоденькая, я думаю, что ей месяцев два, а может и полгода. То есть очень молоденькая чага. Беру ножом, режется она очень легко, потому что внутри она у нас мягкая. И хочу вам показать споры, показываю, какая она мягкая. И видно споры самого гриба. Ну и пахнет настоящим грибом. Этот напиток, который я готовлю, неплохой такой, приятный на вкус. Поэтому я хочу вам сказать, что первый раз я нашла чагу, меня он очень удивил. Я всегда думала, что это какой-то кусок дерева, понятно, что это паразит. Я знала, что березовая чага очень полезна. И поэтому я всегда ее хотела найти. Прежде всего я думала, что она от суставов. Но когда прочитала, узнала, поняла, что это действительно то, что надо нам зимой. Это витамины и минералы. Показываю вам, какая она мягкая внутри, как настоящий гриб. Нарезала дольками чагу. Далее беру три долечки. Либо подсушиваю, либо... Сейчас я вам покажу, как я готовлю напиток. Беру три дольки. Разбавлять его надо один к пяти. Пять частей воды и одна часть гриба. Заливаю кипятком. Взяла термос. Взяла две дольки гриба. Залила кипятком. Здесь у меня литровый термос. Закрываю и оставляю на два часа. Через два часа напиток будет готов. Но у меня он... Первый раз я сделала два часа. А второй раз он у меня простоял где-то шесть часов. И получился такой вот прекрасный настоянный, прекрасный напиток. Ну, я на него говорю, витаминный напиток. Сейчас я налила чуть-чуть, но я вам покажу, налью полный стакан и покажу, какой он красивого получился, такого золотистого цвета. Вот такой напиток я употребляю. Мы берем по стакану. Пить его приятно. Ну, и думаю о том, что он, конечно, полезный. Симпатичный, полезный и вкусный. Такой вот чагу березовую мы готовим. Она не такая, как в России, не 20-летняя, но тоже кладец витаминов и минералов. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости. Хорошего вам дня. Хорошего здоровья. До новых встреч в эфире.